Новый мониторинг атомной электростанции. На этот раз экологически провели белорусские и российские специалисты. Результаты проб лягут в основу экологического паспорта будущей АЭС. Репортаж из Островца Игоря Тура. Ни солдат в костюмах радиологической защиты, ни громоздкой техники. Те, кто ожидал сочных кадров с атомной станции, будут разочарованы. Но четверых полевых экспертов, вооруженных мощными дозиметрами, более чем достаточно, чтобы за пару дней подготовить предварительный экологический паспорт белорусской АЭС. Два дня в Островецком районе работала экологическая миссия из России. Ее главная цель – общественный контроль за безопасностью атомных объектов по всему миру. В Беларуси эксперты уже второй раз. Первый визит был ровно год назад. Данные, собранные сегодня, покажут динамику изменений или их отсутствие. 820 точек. Все изменения мы делаем на основании объективных данных. Вот это крайне важно. Данных, полученных нами, независимо, самостоятельно. Радиационный фон, по словам экспертов, в допустимой норме. У экологов вообще есть профессиональная шутка, в которой доля правды очень велика. Говорят, часто на площадках уровень радиации выше до начала строительства атомных объектов. Как раз именно рекреация земель снижает уровень вредных веществ в почве. Пробы возле АЭС сегодня также собирали. Отдельным пунктом в программе – изучение качества воды в реке Вилья. Эта бетонная конструкция на языке атомщиков называется «заборный ковш». Именно отсюда вода для технических нужд из Вильи. По трубам длиной в 11 километров они сейчас под нами поступают на атомную станцию. Вилья в околоатомных политических интригах не раз была рекой раздора. Мол, с атомной станции сюда будут сбрасывать отходы. Но первое, для этого нет даже технической возможности. И второе, воду из реки наоборот будут забирать. И то лишь для восстановления потерь контура при испарении. Этому учат на любой атомной специальности в университете, говорят студенты БГУ. Скорые выпускники, которые в будущем станут штатными сотрудниками станции, вошли в состав экологической экспедиции. На белорусскую станцию это наша первая. А буквально две недели назад мы были на Ленинградской АЭС. И на стройплощадке у них там два такие же реактора, как и у нас. По радиационному фону, в общем, все в норме. Среднее примерно показание в районе 0,11-0,10 микрозирует в час. Результаты забора проб воды и почвы станут известны через месяц, когда итоговый отчет подготовит московская лаборатория. Российские экологи, кстати, вызвались добровольцами для изучения безопасности белорусской АЭС. Интересная тема была связана с возможным влиянием градирин белорусской атомной станции на климат региона. Мы также в течение нескольких дней проводили замеры состояния атмосферы по пяти параметрам. Эта база также будет в основе наших сравнительных анализов. Белорусская атомная электростанция осуществляет всяческое содействие в отборе необходимых проб, в проведении исследований. Что касается доступа экологических, общественных организаций на площадку, у нас такой доступ организован и детально с ним можно ознакомиться на нашем сайте, на сайте Белорусской атомной электростанции. У экологов спрашивали и о вреде ядерных отходов. Это вообще всегда первое опасение при строительстве АЭС в любой точке мира. Но соглашение с Росатомом как раз предусматривает возможность отправки отработанного ядерного топлива в Россию. Отработанное ядерное топливо, оно должно храниться 10 лет в специальном хранилище. Здесь бассейн выдержки для охлаждения. Этот бассейн располагается под куполом реакторного отделения. После этого оно уже охлажденное, перегружается в специальный контейнер, может храниться на площадке, а может отправляться на переработку. Это мировая практика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова